К сожалению, очень часто можно тут угадать, как отзывается слово, если это слово «вражда» и «война». И вот в начале было слово. Поэтому давайте начнем с того, как СМИ влияют на именно создание войны, провоцируют эту войну. Мы не будем остановиться на конкретных примерах, чтобы, опять же, не провоцировать конфликт. Но начнем с того, что убийство – это неестественно для человека, неестественно для человеческой природы. Даже для млекопитающих неестественно убийство своего вида. Но есть обстоятельства, при которых можно заставить млекопитающих убивать. И эти обстоятельства – это внешняя угроза. Угроза, страх, она формирует инстинкты. С одной стороны, инстинкты нам помогают. Например, мы одергиваем руку из горячего чайника, чтобы до того, как успеем обжечься. Здесь нам инстинкт спас. Но есть механизмы, которые могут спровоцировать инстинкты и именно рефлексы. Там, где их и не должно быть. Это параллельная информационная реальность, в которую можно вогнать общество. Вот эта параллельная информационная реальность, она придумана очень давно. Ее очень сильно часто используют секты. И, возможно, Сарси Гейбельс, которого считают автором пропаганды, учился у сект, у тех же иезуитов, там, тамплиеров, куда-то в древности. Информирование параллельного сознания, которое влияет на поведенческие факторы личности. Поэтому здесь еще есть один важный момент, что те авторы и генераторы самого влияния и создания параллельного информационного пространства становятся сами заложниками этого же информационного пространства. Они сочиняют настолько убедительную историю, что сами в нее верят. А как они это делают? Передергиванием фактов. Именно отходом от правды фактически и создается параллельная реальность. Когда одни факты неважные делаются важными, важные факты замалчиваются. И фактически еще и применяются риффейки и мнения. И возникает параллельная реальность, в которой живет часть общества. В то же время, где-то в другом месте возникает вторая параллельная реальность, которая формируется почти по тем же принципам. И у нее есть своя параллельная реальность, тут есть своя параллельная реальность. И вот возникает информационная война. А в информационной войне возникает линия фронта. Линия разделения. Где все, что по твою сторону линии фронта, это хорошо. Воспринимается как позитив, который нужно защищать. А ради защиты можно и убить. Потому что по ту линию, сторону линии фронта, уже не существует правды. Не существует реальность. Она просто угрожает. Угрожает твоей реальности. И поэтому идет гибридная война. И именно пропаганда того, что противник... Ну, демонизация противника. В идеале это вообще привести его к насекомому. Тогда полностью снимаются всякие барьеры против убийства. Не соплеменника уже, а насекомого. Ведь насекомое, что мы можем спокойно убить, комара хлопнуть. И даже не замечать этого. Фактически вот здесь вот и кроется причина войны, которую было именно создано в информационном поле. То есть возьмем тот же вермахт. Для того, чтобы солдаты вермахта могли пойти, выполнять приказ, система Гебельса очень хорошо прорабатывала им мозги. Убеждали, что они защитники. Они защищают что-то. Фактически сегодня самый опасный момент информационной войны это вот как раз-таки демонизация противника. И я думаю, что для того, чтобы вот как-то нам выйти из войны, нам следует обществу поставить какие-то рамки. Стоп-лист. Стоп-лист для журналистов. Что допустимо, какое слово, какое недопустимо. И вот некоторые 10 заповедей, которые защищают человеческую природу от вторжения, от того, чтобы она расчеловечивалась. И вот фактически главным моментом, который должно контролировать, наверное, все-таки государство и общество, это оскорбление оппонента. Вот это самый важный момент, когда оппонент становится врагом твоим и демонизируется. Вот с оскорбления, унижения оппонента, начинается вот именно разрешение на то, чтобы с оппонентом поступить не совсем по-человечески. И обязательно должен быть момент такой, опять же, который должно внедрять в государство и общество для своей самозащиты, это ответственность. Ответственность за слова без срока давности. Как сегодня весь мир преследует тех, кого Нюрнберг назвал военными преступниками, должно быть именно такое понимание того, что тех, кого завтрашний Нюрнберг назовет военными преступниками, тоже будут преследоваться по всему миру. И журналисты, и лидеры во мнении должны всегда понимать, что ответственность за слово рано или хвозно все равно их настигнет. Спасибо тебе, только потом.